Привет, ребята! Привет вам из Лондона! Привет вам из моего угла! Сегодня 22 июля, 11.30 в Лондоне, и температура за бортом 20 градусов тепла. Обещают страшный-престрашный ливень, но пока что просто прохладно, да и всё. Все, кто изнывает от жары в Европе, завидуйте, как говорится. Но мы завидуем вам, потому что вам тоже холодно сейчас. Я бы хотела вам обратить внимание на то, как я очень удачно сменила футболочку на более праздничную. Сегодня у нас, говорится, праздник. Только какой у нас праздник? Ну какой у нас праздник? 22 июля. Вот и всё. Это весь повод для праздника. Значит, я бы хотела продолжить вчерашнюю тему, потому что она получила некоторое, как бы, продолжение и понимание, что мы с вами правильно понимаем, как говорится, текущий момент на «Т». Значит, сразу скажу, что Зеленский выступил на саммите, или как это бы назвать, на сходнике, в Аспине, в последний день, то есть вчера. И он там выступил, и он сказал, ну что он сказал, как всегда, то же самое, что он сказал. «Дайте, потому что мало даёте». И его поддержала заместительница зам Трюдоу. Она сказала, что по её канадскому пониманию, значит, честно говоря, она так страшная, набирает силу контрнаступ. Надо, как говорится, не терять надежды. Я, знаете, вспомнила, ну это я уже давно вспомнила, но тут её ещё очень, как бы, свежоу, подсвежила. Эта тётка подсвежила мне вот эта вот КВНовская была такая популярная, знаете, сценка. Не знаю, какой команды, где они там все дети в садике выступают. И, видимо, воспитательнице некуда деть своего великовозрастного сыночка с рожу. И вот она его тоже задействовала. И, значит, детки там что-то танцуют, плохо танцуют. И она «Серёжа, молодец!» Ну, сынок-воспитательница. «Серёжа, молодец!» Такой высоковозрастный адылда. Значит, проявляет успехи значительные в тренировке. Ну, вот как-то так. Значит, дальше мы продолжим с вами именно разговор об Аспине, но в каком-то таком своём ключе. Значит, я прочитала статью на, ну, на веб-сайте. Это, значит, «Ньюсвик», «Ньюсвик». «Ньюсвик». Кто слил и зачем информацию на «Ньюсвик» в виде, через «Ньюсвик», в виде, так сказать, вот это вот исследование роли центрального вот этого управления, которое возглавляется товарищем Бернсом, это не знаю, не понимаю, но называется типа того, что, значит, никто не замечает, что ЦРЮ – это бельмо на карте Украины. И там вот всё расследуется, 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 очень расследуется вообще аж с 91-го года, но потом уже аж перешли в 81-й год, а потом уже вернулись аж в 45-й год. И вот всюду расследуют, расследуют, какую роль вот эта организация играла, играет или будет играть, или никогда не играла на территории бывшего СССР. Интересно, всегда интересно почитать, особенно, когда понимаешь, что тут что-то к чему-то не того-то. Они бы ещё о Джену Хаспел вспомнили, что-то они вспоминают. Куда она делась? Лучше бы вспомнили про её сына там и так далее. В общем, короче, интересно. Я думаю, что не менее интересно понять вчерашнюю новость, которая пришла уже позже, когда я записала уже свой ролик, значит, о том, что товарищ Пристайка срочно был, как говорится, отправлен на помойку товарищем Зеленским. Значит, я прочитала сегодня утром впервые на взгляде выменяемую статью. Потому что обычно там такие статьи пишут, что не знаешь даже, что подумать. Ну, некоторые дочитываешь до середины. Вот, некоторые сначала уже только заголовок прочитаешь. А тут такую интересную статью, кто-то написал, причём люди тоже в комментариях спрашивают, где имя. Имя не указано. Видимо, это коллективное творчество нескольких авторов. И там рассказывается о том, что товарищ Пристайка, оказывается, мажор, оказывается, у него папа какой-то там зам чей-то министра или что. Вот, и просто диву даёшься, честно говоря, когда ты начинаешь копать. Я лично знакома с внуком товарища вот этого, который в ООН кричал «нет», вот это вот «господин нет». Я с ним лично знакома и даже лично с ним, что называется, разговаривала здесь, в Лондоне, общалась. И, в общем, даже я и в общем короче, и не он один, значит, то есть вот эти папы, мамы и бабушки с дедушками, значит, только у одного Пристайка, да, оказали влияние на его карьеру. И там единственное в этой статье, значит, сказано, она довольно такая вменяемая статья, там написано, то, что у нас будет заголовком написано, значит, врагом нам был, но хамом не был. Вот это про него, и знаете, это такая фраза, с которой можно начинать стишок, стишок про этого, про любой врагом нам был, но хамом не был. Вот это вот мы название такое поставим, я думаю, что будет интересно, значит, и что, заметьте, я не комментирую никак арест Стрелецкого сына, вот, за что, кто, кого, где, какая служба его арестовала вчера в Москве. То есть я хочу сказать, что вот эти вот заседания в Аспине, они, движ начался, движ начался, уже не говоря про ту речь товарища Путина, которую он говорил на, значит, это, как оно называется, на селекторном совещании с заглавными действующими лицами России, значит, по поводу Польши, которая забыла, где ее место, она ничего не забыла, Польша, насколько я понимаю, она даже не забыла, кто такой, значит, вот это, как это, как это называется, как это, как его звали, который в Москве, который в Москве, в Кремле сидел, с Марией Мнишек, который, и даже у них родился, говорят, наследник. Если мы начнем, как говорится, копать от забора и до беда в истории, которая происходила на русской равнине, она же восточноевропейская, то мы такое тут накопаем, что, как говорится, потом уже костей вот этих всех не отделишь, что называется. Так вот, так вот, я не комментирую это, но зато я почитала комментарии под статьей, написанной о том, как его арестовали. Это очень интересно, а это интересно настолько, что даже не знаю, как это обозначить, но тем не менее, это очень-очень связано с другим товарищем, который другой выступал. Это тот, который, значит, его мнение рассказано о том, товарищи, который был, значит, Панамарь, товарищ Панамарь, заглавный герой антикрыма наш, антикрым наш, вот это называется. Вот, он единственный, кто голосовал против в Думе в свое время, таким образом потерял свое место, но я думаю, его просто за, как это, дресс-код не прошел, потому что он туда приходил в мятых джинсах. Видимо, с Дужко, не знаю, я не была там, не знаю, но тем не менее, он выступил тоже, заметьте, заметьте, он выступил и сказал. Опять же, обращаю ваше внимание, что на этом Аспине раз пять или шесть директор, вот этот заглавный товарищ Бернса, которого сейчас, значит, тоже появилась вот это вот в Ньюс Вика или где везде статья, и, кроме того, еще и в русской прессе, что это очень важный человек, который важнее, чем вот этот блинный король, с вот этим вот, который у него рыбье лицо, с солью, с ванной, соль с ванной, ванна с солью, которые считаются заглавными советниками товарища Байдена, но оказывается, что товарищ Бернс, самый заглавный советник, это уже признано, и его вменяемая позиция о том, что не надо было наступать на любимую мозоль Путина и, как говорится, его драконить, вот, значит, перекликается здесь с вот этим вот товарищем с колокольни, который, Панамарь с колокольни, и он выступил и сказал, что, по его личному мнению, Путин и вот этот Вагнер, они все еще близнецы-братья. Как говорил товарищ Майковский про совсем других людей, как вы помните, партия и Ленин, близнецы-братья. Мы говорим Ленин, подразумеваем партия. Мы говорим партия, подразумеваем Ленин. Кто более матушки истории ценен, вот, так и здесь, никак не поймешь, кто из них главнее, кто не главнее. И вот этот товарищ Панамарь с колокольни, совершенно справедливо, говорит, что он верит, he believes, нагожен с презенс ин Беларус кутритс натонейшенс спешель лифыня. Спешель лифыня, родина моих предков. Не знаю, какое отношение Панамарь с колокольни имеют к родине моих предков, но, тем не менее, сам он, почему именно Литвинию здесь упоминает, я думаю, это как бы у него, знаете, ну, это как-то экзистенциальный страх к зайти, потому что находится он не иначе, как в троках. И вот здесь про троки надо немножечко побольше рассказать, потому что я знаю, что большинство русскоговорящих, особенно в глубинке России, и если меня кто-нибудь смотрит в глубинке России, поставьте плюс. Значит, они до сих пор, их спроси, столица Латвии или Литвы, они всегда путают, всегда. Столица Литвы у них Рига, Латвия и Литва – это одно и то же, и вообще это на букву «Ф» начинается, она закончается, и вот, короче, значит, как бы, как это вам сказать, такое предвзятое отношение. Значит, не все понимают, с какого бадуна вот эти вот ребята кучковались в городе Троки, он же Тракай, и там стоит на озере Тракайский замок. Кто был? Я была, я была, я там не только была, но я только знаю, что именно там была столица, значит, Литовской Руси, Литовской Руси. Теперь вы доперли, почему они кучкуются там в одном отеле, я знаю даже, где этот отель находится, со столов там прыгают, когда уже совсем уже, там, Литовский стумброс называется. «Ф» начинается, значит, ну, 40% всего лишь, значит, и вот они, когда уже нахляпы, возможно, это неправда, возможно, неправда, врут, как говорится, хотят, а это, как это, очернить грязью, облить борцунов. Вот, они там собираются ежегодно, я даже в свое время, даже это, у меня была такая заметочка, называлась она «Занесенные снегом». Занесенные снегом, они там соберутся, и они там решают. Значит, это все восходит именно к тому, что это столица Литовской Руси. Вот, они наследники не иначе, как вот этого, который товарищ Курбский писал письма Иоанну Грозному, угрожал ему из Литвы. Вот, ну и, сами понимаете, через Смоленск туда, в общем, короче, тут надо много стумброса выпить, чтобы понять связь, но, тем не менее, эта связь существует. Во всяком случае, на момент проекта «ЕС», «ЕС», я о нем уже тоже говорила, «Ялтинский проект», то это, конечно, ну, актуально. Другое дело, что 600 лет назад, при Витоте Сидидисисом, значит, в эти троки поляки с литовцами именно привезли с Крыма, значит, татар и караимов, моего предка какого-то дальнего, завезли туда. Вот, поэтому я там имею право быть в троках, а вот товарищ Пономарь с колокольни, с какой колокольни он там вообще визжает, это еще вопрос нужно прояснить. Вот, и поэтому вот это все, что я сейчас вам сказала, уже заканчиваю к радости всем тем, кто уже утомляется от моих мыслей. Значит, видите, как все это, как говорится, закучковалось в одной кучке, вот это как зашебуршило, значит, в одном месте, вот это вот, когда вот, знаете, речки есть такие в Бразилии, значит, и там водится такая рыбка, она такая красивая, симпатичная рыбка, вот, называется пираха. И, значит, если ты, допустим, ягненка, был такой эксперимент, сбросишь с лодки, да, и такая вся вода вокруг дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр, запузырится, запузырится, и от этого ягненка уже ничего не остается, даже кости эта рыба сжирает. У нее такие, как лезвия у них такие зубы. Так вот, так вот, все закучковалось и запузырилось, как мы видим, после заседания, конечно, НАТО. Если учитывать, что перед заседанием НАТО в Виль-Но, вот это вот, как это называется, слили этот план за 10 дней, то тут как бы начинает проясняться, статья в Нью-Сиеке, и все такое, и вот это все такое, это проясняется, что действительно одна структура, может быть, несколько структур, одного государства, начинают бурно-бурно разборки со структурами другого, не менее важного государства. Сюда нужно отнести победу, действительно, действительно победу аргентинской дипломатии и вообще вот этого вот, как он называется, меркатура, меркатура. В тур приехали эти представители меркатура, в том числе и Аргентина, и подписали с ЕС некое соглашение о торговле, которое очень важно, честно вам скажу, о нем давно мечтали. Я о нем говорила, что это победа шведской демократии, этой, как она называется, дипломатии, что состоялся этот саммит в Брюсселе. Все очень там гордо побежали, Шарль Мишель, отставив попу, побежал. Этот, как его зовут, Буррель тоже побежал. Все такие счастливые подписали декларацию. И в этой декларации хольклендские острова названы Мариинскими островами, которые еще при Тетчерше и при нашей матушке-королеве и сын ее, прекрасной Эндрю, герой фольклендов, значит, 40 лет назад они там воевали за свободу фольклендцев от Мариинска. Это как они... В общем, короче, теперь выясняется, что 90... Сколько там? 92% проголосовали за то, чтобы быть частью Британии, но теперь говорят, что Аргентина хочет, чтобы этот референдум под наблюдением ООН и Европейского Союза перри референдули. Это Британия обалдела, честно скажу, обалдела. Но еще не менее балдежная информация поступила буквально сегодня, и она поступила из Британии, из ведомства товарища Клевого. Клевого от слова очень умный. Клеверли. Так вот, мне он всегда, я когда его вижу фотографию, товарища, особенно когда его выступление, мне он напоминает один стишок, который в моей, когда я работала учительницей, в школе у нас была одна учительница, такая активистка, она всех, ну, на ФРФСоюзе, знаете, с днем рождения поздравляла. И вот у нее любимое было стихотворение, которое она всем на открытках подписывала, чтобы поздравить. Вот, чтобы поздравить. Сейчас я это стихотворение так уже полностью не помню, но вы, может быть, срифмуете без меня. Там было так, значит, ты женщина, и этим ты горда. Есть у тебя, в общем, короче, дальше, лично в моем воспаленном мозгу вот это слово горда, и ты женщина, есть у тебя, все время рифмуется с одним не очень хорошим словом. Так вот, когда я вижу фотографию или лично выступление товарища Кливерли, мне все время почему-то вспоминается этот стишок. Я не знаю, почему мне его внешность напоминает этот стишок. Так вот, самая загадочная ситуация случилась именно с ним, потому что он хотел поехать в Пекин и встретиться со своим заглавным, что называется, партнером, пекинским министром иностранных дел, который 25 числа июня его видели, и больше никто не видит, он пропал. И больше его не в 5 июля с ним хотел встретиться товарищ Боррель, но ему отказали, сказали нету, как говорится, в ведомстве пусто, приезжайте потом, когда будет. И вот сейчас товарищ Кливерли тоже хотел помчаться в Пекин, не знаю, о чем договариваться, и ему тоже отказали за отсутствие, ищет пожарные, ищет милиция, ищет, как говорится, парня вот этого симпатичного, он такой симпатичный этот министр, такой молодой, говорят, что он вообще, он так близок с Си Цзиньпинем, как никто не близок в китайском руководстве, и вот он куда-то приболел, говорят, вот, я так сильно подозреваю, что китайцы, это у них такое чисто китайский, как говорится, взгляд на дипломатию, потому что подготовка, сами знаете, к саммиту идет семимильными шагами, я имею в виду саммит Брикс, и надо, чтобы все были, как говорится, подписанты на месте к тому моменту, а что они уже там будут подписывать, как они это все будут подписывать, это, как говорится, пока что загадка, пока, пока.